Вмечайте! Легенда! Алексей на войне! Привет, ребята! Привет, Капеш! Первые ряды дайте пятюню! Ну, ближе, 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 ближе! Что вы боитесь? Я вас не съем! Я не Путин и не Пригожин! Ну, 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 ну! Спасибо! Спасибо, ребята! Спасибо! Вы не представляете, как я счастлив наконец-то выступать в Москве! Давно было! Много месяцев! Любой зал, любое место, любое кафе сразу какие-то прибегают люди! И, значит, под угрозой закрытия нельзя! И, ну, вы видели, наверное, у меня было несколько очень таких маленьких выступлений, после которых моя основная группа поддержки, вот эти люди в камуфляжной форме прибегают ко мне, берут на руки от восторга и уносят, потому что они хотят в автобусе со мной поговорить индивидуально! Я с ними говорю, на самом деле, а не на нашей стороне! Я... На самом деле, такая штука произошла! Я сейчас... слушал выступление и понимал, что что-то не то происходит! Москва! Огромный зал! Две тысячи человек в этом зале! И... ФСБшники не прибежали! Ну, может, прибежали, но они как-то... По крайней мере, активность себя не проявляют! Росгвардии, вроде, никакой нету! ОМОНа нет! Зеленкой пока никто не плескается! Я даже думаю, как-то вот... Может, они не боятся нас больше? Да! Скажите, пожалуйста, стоит ли нас бояться? Да! Стоит ли бояться нас, Единой России? Да! Стоит ли бояться Собянину? Да! Стоит ли бояться Путину? Да! Стоит ли всей этой банде жуликов и лавров бояться вас, людей, в этом зале? Да! Да! И мы здесь собрались! Не только для того, чтобы покричать классные кричалки! Это, безусловно, весело! Иногда очень весело и смешно! Яшин первый выступал, и он кричит вам такой... Ну, мы же не сожгли ни одной машины! И вы такие... Да! Это даже такое я чувствую сомнение! Это весело и классно! Безусловно, конечно, да! Но сегодня у нас, помимо того, что реально приятная встреча, я хочу, чтобы здесь создалось, здесь и сейчас, в этом составе, фактически, новое движение людей, которое серьезно изменит политическую ситуацию в стране! Это не какие-то просто общие красивые слова! Я абсолютно верю в практический смысл этого мероприятия! Я верю, что здесь и сейчас находится штаб, который победит Единую Россию! Переменно делают кто? Люди! Люди! Просто небольшое, очень часто количество людей, которые объединены одной идеей! Очень четко и ясно понимают, что они делают! Могут объяснить то, что они делают другим, и не сдаются! По вашим лицам не похоже, что вы сдадитесь! Не сдадитесь? Нет! Тогда вот наш план! Поднимите руки те, кто любит проводить митинги, участвовать в них! Поднимите руки те, кто считает правильным распространять информацию в интернете! Отлично! Поднимите руки те, кто считает важным для политики делать антикоррупционные расследования! Поднимите руки те, кто считает правильным участвовать в выборах! Мы будем делать все пункты из этого! Значит, наши стратегии... Мне очень часто говорят, что в последнее время про выборы, а как же все остальное? Ничего не отменяется! В дополнение к этому, мы сейчас разворачиваем специальную кампанию по выборам! Потому что, я прошу прощения за выражение, сейчас охренительное время для этого! Я сегодня здесь абсолютно точно такой же, как вы, ну даже в плане своего статуса! Я же никогда не платируюсь, правильно? Я просто человек! Я просто отец, муж, семьянин, гражданин, который живет в городе Москве и хочет нормального депутата! Который читает новость о том, что Мосгурдума решила запретить детское шампанское! Я читаю это и думаю, да что ж такое творится-то, ё-моё! Ну, может быть, они образуются? На следующий день я читаю новость о том, что Мосгурдума решила создать ассоциацию колдунов и магов! Это, на самом деле, они реально решили, ну, магов много, поэтому нужно лицензии на магов выдавать! И так далее, и так далее, каждый день и каждый день! Я кричу в эту газету, да у нас бюджет на благоустройство больше, чем бюджет здравоохранения в городе! Как это может происходить? Да оно происходит! Пилят, потому что на бордюрах пилить проще! Поэтому вот сегодня на эту встречу мы пришли, и я как просто избиратель пришёл с теми пятью, которые точно нас не обманывают! Они не струсят, никуда не убегут и не переметнутся ни в какую фракцию! Верим мы? Да! Я хочу ещё раз пригласить этих замечательных людей! Я хочу ещё раз позвать их сюда! Давайте поклопаем их! Я хочу... Извините, ребята, у вас нет миграфона. И вам придётся послушать, ну, мой в том числе, наказ избирателя. Я не хочу ассоциации колдунов и магов в Мосгордуме. Я хочу, чтобы был человек, который придет туда и разбирается в бюджете Мосгордумы, в бюджете страны, в бюджетном процессе лучше всех их. И у меня есть такой человек, это Владимир Милов. Нужен у нас кандидат. Поддерживает его кандидата. И я хочу сказать, давай, Милов. Давай, Милов. Давай. Давай. Я хочу видеть в Мосгордуме юриста, который будет лучше всех, который провел сотни процессов, который выигрывал в ЕСПЧ и даже иногда выигрывал в России. Про которого я точно знаю, что его призвали. И у меня есть такой кандидат, это Иван Жданов. Поддерживали его? Давай. 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 Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Упорные люди. Люди, которые начинают заниматься какой-то темой и не бросают ее. Не бросают ее никогда. И вот, например, есть такой кандидат, который реально меня уже слегка достал своим роддомом в Зюзинах. Вот он с этим роддомом. И вот он, я знаю, что три раза в день я получаю ссылку. Алексей, пожалуйста, это пиарь наше. Там что-то мы сделали про роддом в Зюзинах. Я хочу таких чуваков. Я хочу, чтобы они там просто вот вцепились в тему и не отпускали ее. И Янкаускас нам скандировать сложно. Поэтому мы сможем просто... Давай, Костя! Давай! Давай! Костя! Давай! Костя! Я хочу, чтобы кандидаты были совершенно бесстрашны. Мы знаем, что людей сначала пытаются подкупить, потом их пытаются запугать. И многие просто понимают, что их будут запугивать. Они сами готовы немножко отступить назад. А мне нужен кандидат, к которому, если лезет, главный путинский бандит и убийца с лицензией на убийство Пригожим. Этот кандидат не пугается его, а говорит ему, давай, иди сюда, Пригожим. Давай, давай, как мы кричим, как мы кричим, Люба, давай, 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 давай. Так, она говорит, давай, всем Пригожим. Я хочу видеть такого, мне надоели трусы. Ну, ребят, правда же, надоели трусы. Невозможно терпеть в политике трусов, бесконечных трусов и нытиков. Я хочу таких, как она. Я хочу, чтобы в Мосгордуме были кандидаты, которые и на митинги умеют, и в кабинете умеют, которые в ЖКХ разбираются. И когда их сажают в камеру, они тоже не теряются ни в чем. Я хочу людей, которые, ну вот, часть нас. Они пришли от нас, и их вообще не собьешь толку. И когда они пройдут, мы точно знаем про них, что они будут делать свое классное дело. Кроме того, я уверен, что этот кандидат очень любит животных и никогда их не любит. Поэтому я вместе со всеми скажу, давай! 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 Давай команда! Ребята, у нас здесь реально штаб. Мы объединимся и будем действовать вместе 9-го числа. Они будут стоять у нас все со знаковичками депутатов. И мы им скажем, ребята, вы наши представители. И каждый просто кандидат сможет стать вместе с ними. И они не будут выпендриваться, они не будут его отгонять, они будут работать на нас. Вы будете работать на нас, дружочки? Я в них уверен! Вы уверены? Да! Мы вернем себе Москву. Это наш город. Мы вышвырнем Единую Россию. И с 9-го сентября мы проснемся в другой стране. А потом шаг за шагом мы будем уйти, пока при нашей жизни, пока мы еще находимся более-менее в том возрасте, в котором находится, мы наконец-то дошли до нормальных выборов, до нормальной демократии, до нормальной страны. Чтобы мы не писали в соцсетях, а хотим как в Париже, хотим как на Украине, хотим как в Армении и хотим вот еще где-то, чтобы мы везде могли написать. Нигде не хотим. У нас в России и так хорошо. Добьемся этого? Да! Спасибо, ребята! Спасибо огромное, что пришли! Вы огромная сила!